Ростов сегодня это годовой отчет Министерства финансов и вручение регионального мат-капитала с красивым номером из пяти пятерок семье, где все трое детей появились с помощью ЭКО. Это подготовка общественных наблюдателей за выборами президента. А также присвоение юнормейскому отряду 82-й школы имени Романа Ковалева, выпускника погибшего на СВО. Ростов сегодня это выход гандбольного Ростов-Дона в финал четырех Кубка России, где его соперниками в апреле будут ЦСКА, Лада и Волгоградская Динамо. А еще это взятый в аренду новичок футбольного Ростова из Код-Дюара и первый февральский день с плюс два за окном. На первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» ее ведущий Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Совещание по техническому состоянию обрушившегося дома на Нариманово провели сегодня с участием представителей МЧС, правоохранительных органов и экспертов, сообщил глава администрации города. Раньше было решено выделить деньги на обследование пятиэтажки и специалисты ДГТУ уже занимаются этим. Работу планируют завершить в течение недели. После чего станет ясно, можно ли войти в подъезды и квартиры и забрать какие-то вещи. Сотрудники администрации Ворошиловского района собирают от жильцов планы квартир и информацию об имуществе. Выполнение всех социальных обязательств бюджета, переход на единый налоговый счет, финансовая грамотность, финансирование губернаторского проекта «Сделаем вместе» и так далее. По предварительным данным, доходы бюджета больше 342 миллиардов рублей. Их положительная динамика позволила отказаться от дорогих рыночных заимствований. Минфин отчитался сегодня по итогам 2023 года. Предварительные итоги года для бюджета уже подведены. Приведу несколько цифр. По оперативным данным, доходы свыше 342 миллиардов рублей. И прогнозные данные перевыполнены почти на 11 миллиардов за счет роста собственных доходов. Расходы 329 миллиардов или 97,5% от плана. Профицит областного бюджета составил 13 миллиардов рублей. Консолидированный бюджет по доходам впервые превысил 400 миллиардов рублей. Подводит заместитель губернатора, министр финансов, итоги 2023 года. Как и в предыдущие годы, все социальные обязательства бюджета выполнены. При этом мы увеличили бюджет развития на 34% от уровня 2022 года. Положительная динамика областного бюджета позволила не только досрочно исполнить в 2023 году долговые обязательства по банковским кредитам в объеме почти 16 миллиардов рублей, но и отказаться от дорогих рыночных заимствований. 2023 год принес нововведение на федеральном уровне по уплате налогов в бюджет, переход на единый налоговый счет. Об этом я неоднократно рассказывала, о проблематике, которая потянула за собой это нововведение. Этот механизм расчетов налогоплательщиков с бюджетом кардинально изменил процедуру зачисления средств. Выполняя губернаторский проект «Сделаем вместе», Министерство финансов поддержало 234 инициативных проекта на 333 миллиона рублей по всей области. Прошлый год был активным в части продвижения финансовой грамотности. Например, в Ростове на базе Ринха открыт региональный центр «Финикум». Это следствие того, что на федеральном уровне принята стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. На ее основе утверждена региональная программа на следующие 6 лет. В 2023 в стране отметили 100-летие контрольно-ревизионных органов Минфина, и областное министерство приняло в этом активное участие. Эти мероприятия были разнообразны и масштабны, охватывая спортивные, общественные, детские и просветительские инициативы. Так мы участвовали в закладке аллеи ревизоров в парке «Первая миля» Ростова-на-Дону. Там же был высажен Сталинградский тополь победы в рамках акции «Сад памяти». Коллеги из Волгограда нам прислали этот тополь. Результаты работы Донского министерства финансов отмечены на федеральном уровне. По оценке Минфины России, проведенной в 2023 году, Ростовской области присвоена высокая степень качества региональных финансов за 2022-й. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Сертификат на региональный материнский капитал со счастливым номером из пяти пятерок получила многодетная ростовская семья Балакиных. Сергей и Елена о детях мечтали давно, но долгое время у них ничего не получалось. Пришлось обратиться за помощью к медикам. И вскоре при помощи ЭКО родилась дочка Дарьяна. С помощью ЭКО получились все эти трое. Но еще есть желание тоже еще дальше иметь детей больше. Очень приятно мне, что пришли все к нам и выбрали нас именно для того, чтобы вручить в такой обстановке сертификат. Сертификат на региональный маткапитал вручили в день, когда второму и третьему ребенку, мальчикам-близнецам, исполнился годик. Гости из Минтруда пришли еще и с подарками. Мы же знаем, что ты любишь рисовать. Любишь? Да. Любишь рисовать? Да. Вот, посмотри теперь. Спасибо. Ты можешь нарисовать очень красивый рисунок. Нарисуешь вашу семью? Региональный материнский капитал «Мера», предусмотренная проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Он выплачивается при рождении третьего ребенка. Его сумма в этом году – 144 212 рублей. Его можно получить как весь сразу, так и частями на различные направления. Это может быть и улучшение жилищных условий, и проведение ремонта жилья. Это может быть компенсация за газификацию, что актуально для сельских территорий. Эти средства могут быть направлены на образование деток. А еще в этом году из денег регионального материнского капитала можно взять 15 тысяч рублей на сборы ребенка в школу. Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании выборов президента России начался, и по сегодняшним данным ЦИК их по стране уже 465 тысяч. Ростовская область стала одним из 29 регионов, где это возможно. Подать заявление на ДЭК можно через госуслуги до 12 марта. А проголосовать потом через компьютер или смартфон в любое время выборов с 8 утра 15 марта до 8 вечера 17. О преимуществах дистанционного голосования нам рассказал эксперт, руководитель проектной деятельности Музея России «Моя история», лектор российского общества «Знания». Это очень важный инструмент, который действительно может многим людям помочь ввиду своего географического проживания, может быть ввиду графика рабочего, либо каких-то других жизненных обстоятельств принять участие, которое важно для каждого гражданина нашей страны. Как человек, который регулярно работает с представителями молодежи, что для них такой формат голосования даже гораздо более интересен, чем современный. Да и даже для некоторых пользователей интернета, которыми могут являться у нас и представители старшего поколения, это тоже достаточно удобная форма. Мало того, что будет способствовать повышению самой у нас, так скажем, явки, но это действительно позволит упростить для некоторых людей, так скажем, спланированное их время и сделать свои воли и изъявления. Одна из важных же функций заключается в том, чтобы каждый мог сделать свои воли и изъявления. И ДЭХ, так как называется, дистанционное электронное голосование, позволяет это сделать. 6700 общественных наблюдателей за выборами президента России планируют подготовить Общественная палата Ростовской области. Основной этап их обучения уже завершен. Образовательные семинары провели во всех городах и районах области. Ход подготовки общественных наблюдателей обсудили на заседании штаба по общественному контролю и наблюдению за выборами президента России. В его составе члены Общественной палаты, политологи, социологи, юристы, журналисты, профессора и доценты вузов и другие эксперты. Мы считаем, что эксперты очень важны. Они помогают и в правовом просвещении граждан, разъясняют законодательство, разъясняют нормы проведения выборов, все процедурные моменты, помогают сформировать свою позицию в ходе избирательного процесса и ориентироваться в проблемных ситуациях. Обучение общественных наблюдателей стартовало 18 декабря. И за это время преподаватели Общественного штаба провели 67 обучающих семинаров во всех городах и районах области. Были теория и практика. Разыгрывали возможные кризисные ситуации на избирательных участках. Заметим, что каждый третий обучающийся освежает знания, ведь уже был наблюдателем на выборах. Особая роль в обеспечении легитимности избирательного процесса ложится на общественный контроль, который распространен на все составляющие данного процесса – организацию, проведение, голосование и, что не менее важное, подсчет голосов, и также на все доступные формы голосования. План Общественной палаты области подготовит не меньше 6700 человек. 5785 обучения уже завершили. Понимая свою важность и нужность, они с удовольствием идут учиться. Таких людей все больше и больше. Среди них 80% женщины, как и везде, женщины задают тон. Много молодежи. У нас порядка 30% на сегодняшний день – это ребята младше 35 лет. Есть среди них и люди старшего возраста, это очень здорово. Мы их называем «серебряные волонтеры». Это порядка 13% на сегодняшний день. Дополнительные обучающие семинары для общественных наблюдателей еще проведут в Ростове и Пролетарском районе области. Мария Индрикова, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. К общественному наблюдению и контролю за выборами президента России подключилось региональное отделение Ассамблеи народов Дона. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель отделения Владимир Некрасов и председатель общественной палаты области Вячеслав Кущев. Такое взаимодействие позволит привлечь к наблюдению за избирательным процессом больше активных граждан. Юнормейскому отряду 82-й школы присвоено имя героя специальной военной операции Романа Ковалева. Он пошел в зону СВО добровольцем и погиб на Херсонском направлении в августе 2022-го. Ему было 25 лет. Наша съемочная группа побывала в школе на церемонии. Сергей Колышев в Юнормии почти два года. Ему нравится помогать военным. Хочется научиться обращаться с оружием. А теперь его отряду присваивается имя героя СВО Романа Ковалева. И школьник горд этим. Погиб ради нашего отряда. И для меня очень большая гордость, что я состою, что наше название отряда теперь, мы будем заниматься в честь его имени, ходить на мероприятия. Для меня большая гордость. Роман Ковалев – выпускник 82-й школы. В 2019-м пошел в армию, отслужил. Но на контракт тогда не остался. А с началом спецоперации пошел на фронт добровольцем. Попал в 126-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. Участвовал в боях в Херсонской области. В начале лета 22-го года был серьезно ранен. Но 22-го августа вернулся в часть. А в ночь с 28-го на 29-е августа, сражаясь плечом к плечу с отряда «Махмат», погиб от осколочного ранения в голову. Ему было 25 лет. Иван Узун из параллельного класса в школьные годы дружил с Романом, играл с ним в футбол и помнит его хорошим товарищем и настоящим патриотом. «Помним мы его хорошим, замечательным, добрым человеком, который всегда был отзывчивый и никогда не мог оказаться в стороне от своих товарищей. И Роман выбрал путь, когда началась специальная военная операция, не смог оказаться в стороне. Поехал, отучился в батальоне «Ахмат». По новостям мы видели, что сошли ожесточенные бои в Херсонской области. Потом мы узнали, что Роман погиб». Теперь юнормейский отряд школы номер 82 будет носить имя героя специальной военной операции Романа Ковалева, сохраняя память о нем. «Выполнить боевой приказ приходится ценой самого дорогого. Нашей самой дорогой – это жизни человека. Поэтому работа по вековечению памяти – одна из главных сегодня наших задач. Юнормейским отрядам присваиваются имена героев специальной военной операции. Их именами называются школы, улицы называются их именами. Мемориальные доски открываем по всей области. Поэтому работа идет, работа будет продолжаться». Учителям удалось найти сослуживца Романа. И тот еще раз подтвердил, что на поле боя он был настоящим героем. «Для меня честь, что этот человек – неотъемлемая часть моей жизни. На таких людях держится наша с вами страна и русское воинство. Мы никогда не забудем героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Победа будет за нами. Слава России!» «Тисячи раз представлял себя сковою рядом. Мне повезло, я не спешу, как рвутся снаряды. Стойкость твоя, беспокойная сила густая. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, не знаю». Инна Билан, Руслан Хамчеев, Первый Ростовский. Тестирование всех желающих на знание истории блокады Ленинграда проводят активисты «Единой России» по всей стране с 15 по 31 января. Пройти тест может каждый в онлайн-формате или так, как увидела наша съемочная группа в региональном избирательном штабе Владимира Путина. Еще живы те ветераны Великой Отечественной войны, которые были свидетелями тех ужасных событий. Одна из них буквально 19 января этого года отпраздновала 103-летие свое, представляете. Биография ветерана и блокадницы Анны Котовой стал примером стойкости на уроке мужества перед тестированием, посвященным 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Историческую викторину «Единая Россия» проводит сразу в двух форматах – онлайн и оффлайн. Здесь, в региональном избирательном штабе Владимира Путина, сегодня проверяют свои знания 18 человек, среди которых студенты, волонтеры, активисты, депутаты гордумы. Один из них – Никита Паримузов. К тесту подготовился основательно. Я изучал литературу, дополнительную литературу, историю, поэтому всегда есть чему поучиться и к чему подготовиться. Ежегодно принимаю участие в акции «Едиктант Победы». Это еще один проект партии «Единая Россия», поэтому все желающие сопринимают. Это очень интересно и нужно в нынешнее время. В октябре выпал первый снег. Нехватка продовольствия становилась все острее. Документальный фильм с кадрами хроники – как напоминание о важнейших вехах блокады Ленинграда. Затем 30 вопросов и всего 15 минут на прохождение теста. Есть легкие задания. Какие войска принимали участие в военной блокаде Ленинграда? Или каким был вес минимальной пайки хлеба? Но попадаются и сложные. Кто написал блокадную книгу или конфеты из чего получали по карточкам в декабре 41-го к Новому году ленинградцы? Активист волонтерской роты «Боевое братство» Артур Хадисов специально к тесту не готовился. Решил проверить знания, какие они есть. В связи с сегодняшних событий, событий тех, которые происходят на Донбассе, необходимо помнить и чтить память героев, чтобы не допустить повторно той ситуации, которая сложилась в 41-45-м. И хотелось бы, чтобы и остальная молодежь подключалась к нам и также изучала историю и чтила память тех героев, которые сражались тогда и которые сражаются сейчас. Этот исторический тест может пройти любой желающий в онлайн-формате до 31 января на сайте приложения «Верх». Напомню, что выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Сегодня ЦИК сообщил, что Андрей Богданов от РПСС снял свою кандидатуру, а Ирина Свиридова от ДПР не планирует сдавать документы на регистрацию. Таким образом, в избирательной гонке остаются 8 претендентов. Официально зарегистрированы четверо из них – Леонид Слуцкий, Владислав Дованков и Николай Харитонов от парламентских партий и самовыдвиженец Владимир Путин. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Первый, Ростовский. Первые в этом году многодетные семьи, которые вместо бесплатного участка получат земельный сертификат, стали ближе к своей мечте – уже готовятся покупать квартиры и строить дома. В 2024-м география такой альтернативной меры поддержки стала шире. Подробности из Таганрога. Вместо участка – земельный сертификат от Агентства жилищных программ, то есть деньги, которые можно потратить на уменьшение долгой по ипотеке, покупку жилья или строительство дома. Такая альтернативная мера поддержки многодетных семей действует в нашем регионе с 2020-го. Изначально она касалась трех городов, где просто нет земли для ее бесплатного выделения. Это Ростов, Батайск и Таганрог. С этого года в список вошел Новочеркасск. Каждый год объемы у нас нарастали, теперь мы вышли на такую уже, можно сказать, плату. Ежегодно в бюджете у нас на 24, 5 и 26 предусмотрены средства на оказание поддержки тысячи многодетным семьям. Ежегодно производится отбор муниципальных образований, в которых многодетная семья имеет право на получение вот этой альтернативной меры. Чтобы получить земельный сертификат, многодетные семьи должны стоять на учете по месту жительства на получение бесплатного участка. Этим занимается комитет по имуществу. Когда семью признают нуждающейся, остается дождаться очереди. Весь этот путь прошли Екатерина с мужем и тремя детьми. Мы получаем земельный сертификат, планируем его потратить на строительство жилого дома. Это наша мечта. Красивый большой дом для большой семьи. Эта помощь очень важна. Многодетные семьи получают не только земельный сертификат, еще другую помощь от государства. У нас трехкомнатная квартира с мамой, с тремя детьми. 554 тысячи 809 рублей. Собираюсь приобрести недвижимость. Вторичку, думаю, все-таки немножко дешевле. Да, у нас вторичка хорошая. Воспользоваться сертификатом нужно в течение трех месяцев с момента получения. Но некоторые уже приходят с документами на погашение. Первые семьи, которые получат земельные сертификаты в этом году, уже определены. Больше восьми сотен. И, по словам директора агентства жилищных программ, работа в этом направлении ведется сейчас активно. Дмитрий Сумской, Первый Ростовский. 7,5 тысяч выездов на пожары, 800 спасенных жизней и материальных ценностей на 2 миллиарда рублей. Итоги 2023-го подвели в территориальной подсистеме РСЧС Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прошедший год, как мы с вами убедились, и в том числе с последнего июня материала, был непростым для каждого из нас. В течение года продолжалось реагирование на возможные часть ситуации, вызванные как кровными катаклизмами, так и эллиногенными факторами. Продолжалось в том числе мероприятие Европейской специальной военной операции, а соответственно и все мероприятия в части лимонитарного реагирования. Спасатели участвуют в доставке гумгрузов и помогают жителям новых регионов, привлекаются к работе в зоне СВО. Общее число пожаров в прошлом году порядка 6 тысяч, меньшее 2022 на треть. Основной причиной возгорания и в жилых домах остается неосторожное обращение с огнем. Для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров действенным инструментом называют портал «Термические точки». С его помощью за год вовремя выявлено 4,5 тысячи очагов. Сократить время реагирования на ЧАЭС помогает система 112, объединяющая дежурно-диспетчерские службы всех городов и районов области. Завершили подведение итогов награждением лучших сотрудников ведомственными наградами и знаками губернатора за ратную службу. Интернет появляется в самых малонаселенных поселках области. Обновляются сельские почтовые отделения. Как пример, хутора Багаевского района, куда отправился в рабочую поездку министр цифрового развития. Найти в сети информацию по работе или учебные материалы ребенку стало проще в маленьком хуторе Тузлукове Багаевского района. Ради цифрового комфорта двух сотен жителей установили базовую станцию. Местные говорят, когда узнали, что идет голосование на госуслугах, оживился весь хутор. Во-первых, по работе мне легче стало. У меня появилась связь. Сейчас, знаете, работа, интернет – вещи неразделимые абсолютно. Во-вторых, с детьми мне легче стало уроки учить. То есть, если что-то мне непонятно, я выхожу в интернет, еще нужную мне тему, потом я могу ребенку все прекрасно объяснить. Это очень удобно. В-третьих, иногда бывает, нас заносит снегом очень сильно, и мы дня два-три сидим с детьми дома. У нас идет онлайн-обучение. Мне очень нравится. Это стало возможным благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства». Он реализуется по поручению президента с 2021 года в населенных пунктах, где живут от одной до пяти сотен человек. Оценить результат в Багаевском районе приехал министр цифрового развития области. Хутор Тузлуков Багаевского района попал в перечень населенных пунктов на 23-й год в рамках данной программы. И в 23-м году установлена базовая станция компании «Ростелеком», которая работает и в рамках голосовой связи, и мобильный интернет 3G, 4G. Становится удобнее и на почте. Следующая точка маршрута министра – хутор Федулов, где находится одно из семи недавно отремонтированных отделений почтовой связи. Созданы условия для людей с инвалидностью, а внутренняя отделка не уступает тому, что видят городские отправители посылок. По поручению президента в Ростовской области за два года отремонтировано почти две сотни почтовых отделений. Фактически переделано все. Здание, конечно, было в плачевном состоянии. Полы, окна гнилые. Ну, как бы сейчас, честно говоря, когда зашли сюда первый раз, вот увидели весь этот ремонт, мы, конечно, были в таком радостном шоке. Было очень все приятно и красиво сделано. Дальше центральный офис МФЦ в станице Багаевской. Министру показали, как организована работа, какое оборудование установлено. Здесь же Евгений Полуянов подвел итоги рабочей поездки. Людям теперь становится очень комфортно получать услуги, обращаться в органы власти, получать почтовые услуги. И, конечно, интернет и мобильная связь – это вызывает только положительные эмоции. Работа по улучшению мобильной и почтовой связи в Ростовской области будет продолжена. Дмитрий Сумской, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Детская больница в Шахтах отмечает круглую дату – 45-летие. По итогам 23-го года она признана одной из лучших в области. Ее медиков отметили на торжестве цветами и благодарственными письмами. В Шахтинскую детскую больницу едут еще и пациенты из Красного Сулина и даже из Кашарского района, особенно если нужна операция. Тремя швами на лбу обошлось баловство трехлетнего Сережи с братиком. К 45-летию больницы здесь обновили автопарк, получили современное оборудование, а капитальный ремонт главного корпуса соответствует всем современным стандартам. Вот этот толчок, который дали национальные проекты, модернизация первичного звена, развитие детского здравоохранения, они дают свои плоды. Помимо того, что стало больных значительно меньше, то есть если мы в год лечили где-то 10 тысяч в стационаре, сейчас это порядка 7 тысяч детей. У нас увеличилось количество посетителей с профилактической целью. У нас снижаются все показатели заболеваемости. Лучших медиков к юбилею отметили благодарственными письмами в числе награжденных педиатр Лариса Федорова, которая работает в этой больнице со дня ее основания. Такая мысль у меня была с самого детства, что я хотела быть врачом, хотя у меня в семье врачей не было. Ну и когда закончила школу, вопросов не было, поехала поступать. Первый год не поступила, не добрала баллов, поехала на следующий год, потом поступила. 45 лет – это уже накопленный опыт, это уже зрелость, но и в то же время, если посмотреть на все истории развития, это возраст достаточно молодой. Детская больница, безусловно, является межтерриториальной, оказывает специализированную медицинскую помощь для жителей не только города Шахта, но и близлежащих, в общем-то, районов. 45-летие своей больницы отмечают 56 врачей и 140 медсестер. Роксана Базазян, Владимир Савилов, Первый Ростовский. «Тепло твоих рук» – называется конкурс, предлагающий детям этими самыми руками смастерить кормушку или домик для птиц. На первом этапе пернатых надо с удобствами угостить, это уже сделано, так что подводим кормушечные итоги. Вы знаете, чем мне это не очень нравится? Сюда все высыпаться будет чуть-чуть больше, если бы они вот так. Бортики, то есть, да, не совсем большие. На первый взгляд все кормушки удобны для птиц, но это только на глаз наблюдателя. А профессиональное жюри учитывает функциональность, творческий подход и оригинальность изготовления. Сделать пернатым доброе дело призвал конкурс «Тепло твоих рук» как часть всероссийской акции «Покормите птиц». Дирекция особо охраняемых природных территорий ежегодно проводит областной конкурс «Тепло твоих рук». Этот конкурс проходит в два этапа. Первый этап – это изготовление кормушек, второй этап – изготовление скворечников. На сегодняшний день у нас подводятся итоги по кормушкам. В этом году прислали не только стандартные деревянные кормушки, но и экологические кормушки. И в следующем году мы планируем расширить конкурс и добавить еще одну номинацию как «Эко-кормушка». Кормушка должна быть именно деревянной, потому что висеть будет на особо охраняемых природных территориях. И вот объявляют первых победителей. По результатам работы комиссии в младшей возрастной категории был выбран победитель. Им оказался Ткаченко Павел, учащийся 4-го А-класса 10-й школы города Батайска. Значит, действительно очень оригинальная кормушка, изготовлена из натуральных материалов. Мы считаем, что она очень функциональная. А в старшем возрасте лучшую птичью столовую смастерил семиклассник 91-й ростовской школы Саша Ананьев. Решение жюри детально объяснил ученый Юэнсеран. «Корм, который здесь будет рассыпан для птиц, он защищен от неблагоприятных погодных условий. Высокие бортики не позволят ветру этот корм сдуть. И птицы смогут прилетать в свою столовую. И таким образом ребенок и творчески подошел. Потому что, представляете, сколько он сделал своими руками все. И функциональная кормушка будет служить хорошим зимним столом для наших птиц». В конкурсе приняли участие 145 детей из 34 садиков школ «Экокружков». Впереди этап «Скворечников», а итоги подведут 1 апреля, в Международный день птиц. Марина Орлова, Сергей Вишняков, Первый, Ростовский. Массовая физкультура и профессиональные команды мастеров, новые спортзалы и площадки, соревнования школьных и дворовых лиг и так далее. По итогам своей годовой работы отчитался областной Минспорт и анонсировал 2024 как год спортивной семьи. Все, что запланировано на 23-й год региональным проектом «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» сделано в полном объеме. Об этом сообщил глава Минспорта, отчитываясь по работе министерства за год. На реализацию регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в 2023 году предусмотрено 54,1 миллиона рублей. Средства освоены в полном объеме. Все показатели и результаты регионального проекта «Спорт. Норма жизни», установленные на 2023 год, достигнуты. Основная цель этого проекта – привлечь людей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. А для этого надо создать условия в виде залов, бассейнов, стадионов, катков и других спортплощадок с оборудованием. В 2023-м построено 4 физкультурно-оздоровительных комплекса в Ростове, Новочеркасске, Красносулинском районе и в поселке Новомихайловском. На спортивной базе Ростовской области «Золотой берег», а также 5 площадок для выполнения норм ГТО. Ежегодно в области проводятся школьные и дворовые лиги по футболу, баскетболу и рэгби. В 2023 году впервые проведены по волейболу. Это соревнования для детей, не занимающихся в учреждениях спортивной направленности. Они начинаются со школ или дворов и заканчиваются областным финалом. Финалисты направляются для участия во всероссийских соревнованиях. В 2023 году количество участников лиг составило более 117 тысяч человек, наших детей, что в 4 раза больше, чем в 2022. Развитие школьных и дворовых лиг будет продолжаться, ведь это и просто занятие спортом для здоровья и поиск будущих профессиональных спортсменов-чемпионов. Указом президента России наступивший год объявлен годом семьи. По спортивной отрасли мы планируем провести 2024 год под эгидой года спортивной семьи. В программы крупных комплексных спартакиад будут включены соревнования среди семей, пройдет новый региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. Запланировано проведение физкультурно-спортивной акции всей семьей на спорт, а также конкурса рисунков «Моя спортивная семья». На сегодня физкультурой и спортом в нашей области занимаются почти 2 миллиона 200 тысяч человек, а это 56% жителей. Тут прирост к 2022-му 2,2%. В 2023-м в регионе проведено больше 14 тысяч различных соревнований, в которых поучаствовали 700 тысяч человек. Роман Саганов, Юрий Лешко, 1-й, Ростовский. ЦСКА чуть не пролетел мимо финала четырех Кубка России по гандболу. В гостях он проиграл черноморочке два мяча, а в ответ на игре дома в какой-то момент отстал еще на минус шесть. Но все-таки спасся. И составит компанию Ростов-Дону. Наш клуб проблем с выходом в решающую стадию турнира не испытал. Семь мячей было в запасе у Ростов-Дона перед ответной игрой 1-й, 4-й Кубка России со звездой. Понятно, что вопрос о победителе в этой паре не стоял. И начало игры это только подтвердило. Ростовчанки стартовали 3-0. А на седьмой минуте Кожакарь доводит общий отрыв до 11 голов, зажигая на табло 2-6. В середине тайма соперницы смогли счет сравнять, но это была последняя ничья в матче. Тут же прилетает наша ответка 3-0, а к перерыву преимущество Ростов-Дона вырастает до плюс шести. После нескольких голов кишков в протоколе первого тайма 22-16. После отдыха наши девушки привычно немного расслабляются, подпуская хозяек на расстояние двух точных бросков. Однако ближе им подобраться не удается, и за 11 минут до сирены звезда гаснет. Этот отрезок ростовчанки выигрывают 7-1. Победа Ростов-Дона 38-29, в первой встрече было 36-29. И общий счет четвертьфинала 74-58. То есть у нас плюс шестнадцать очень убедительно. И на пресс-конференции взволнованные хозяева даже путаются, ошибочно считая, что выиграли второй тайм. Хотя проиграли его 13-16. Второй раз подряд звезда во втором тайме чуть-чуть подтягивается номинально, выигрывая второй тайм. С чем это связано опять же? Как номинально? Номинально. Номинально? Номинально. Какой счет был? Большой. Номинально. Но второй тайм, если с нуля считать. Мы с нуля не считаем. У нас игра кубковая, по разнице ли. Поэтому мы выиграли результат на табло. В финале четырех Кубка России сыграют Ростов-Дон, ЦСКА, Лада и выбившие Астраханочку Динамо Синара. Полуфинал и финал 6-7 апреля, но в каком городе пока не объявлено. А дальше наш клуб начнет второй этап чемпионата страны. В воскресенье домашний с Астраханочкой. После южноамериканца – африканец. Футбольный Ростов взял в аренду 27-летнего защитника из Кот-де-Вуара Умара Сако. Последний клуб Сако – болгарская арда, идущая в чемпионате своей страны на седьмом месте. Там Умар в этом сезоне сыграл 20 матчей, забил два мяча и сделал голевой пас. Забивает он, как сам говорит, в основном со стандартов или угловых. Ну, защитник же. Вообще футбол – это моя страсть. И мы всегда играли в футбол, когда были детьми. Иногда мы играли в футбол на улицах, мы играли против друг друга. И когда вам что-то действительно нравится, вы хотите в этом расти. И поэтому между школой и футболом я выбрал футбол, потому что футбол – это моя жизнь. Футбол – это все для меня. Перед переходом в незнакомый Ростов Сако посоветовался с игроком Ахмата Канате. И тот выбор одобрил. Умар рассказал, что в Код-де-Вуаре занимается благотворительностью. У него футбольная академия в родном городе. А еще он возит майки и кроссовки тем, кто не может их купить. А любимое занятие новичка после футбола – готовка. Дашь обещание, что когда забьешь первый гол за Ростов, угостишь нас этим блюдом, который приготовишь сам? Конечно, я 100% приготовлю, если я смогу найти такие бананы в России. Увидимся на Ростов-арене. Неморозным будет первый день февраля. Точнее, ночь перед ним синоптики обещают с минусом, а день с плюсом, хоть и небольшим. Каким именно, расскажет наш метеокор Дарья Лисицкая, заодно погодав по солнцу на время прихода весны. Ростовчане, всем большой-большой привет. Впереди еще целый февраль, но сегодняшний день самое время погадать на приход весны. Наши предки считали, что если в полдень 31 января солнечно, значит приход весны будет ранним. Уже в середине февраля заметно потеплеет, а март будет без снегопадов и морозов. Сейчас, как видите, на улице пасмурно, а значит зима затянется. Хотя у нас на юге верить такой примете вряд ли стоит. Ну а пока открываем еще один холодный месяц, и каким же он будет первый день февраля, узнаем через полминуты. Субтитры сделал DimaTorzok Влажность воздуха остается в пределах 85%. И, кстати, магнитное поле впервые за последнее время успокоится. На этом у меня все. Нашествие динозавров. Доисторический мир животных юрского периода. Интерактивный динопарк. И новогодняя улетная анимация от Деда Мороза. С 30 декабря в Ростове. ДРК Мегамак. Улица Бойменная, 1 этаж. Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском. Завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1rostov.tv и в соцсетях. В студии были Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. До встречи завтра. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова